я думаю литовцы будут очень рады нашему визиту главное не подходить к пограничникам с этим сюрпризом отправят обратно девочки зато мы проедем и мальчики очень быстро никто так жизни уже последний раз не пересекал границу вот и там смотри какие-то компенсации я не целоваться буду как свозить кайф ира какие он вешенки вы покупаете? металлические а весь про прим но ф да на все 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 приехали будем провожать маму скажи что будет ждать мы приехали в аэропорте ну что что вы думаете я думаю что все будет четко мы приехали в аэропорт аэропорт вилле наша конечная цель хотели сделать онлайн чекин история которая рассказывает просто каждый из нас сегодня но у нас не получилось потому что что-то там сайт лег сейчас покажу какая очередь и очень медленно двигается посмотрите какая очередь там конца не видно мы прошли сдали багаж девочки мы в европе ира хочешь себе что-нибудь купить как начинается наша поездка это меня это не я со льдом ты главного добыли ну что чирс это называется когда игристое пошло туда куда надо мне кажется это просто идеальный набор для нашего приключения мы прилетели погода крутая очень тепло тепло и пасмурно как хотела Лена сейчас пойдем забирать наш подач и поедем в Милан считаю что сегодня нам повезло в городе свои правила просто оплатить картой и пройти как по билету да оказывается да 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 надо забрать друга девочки посмотрите обалдеть можно не собирать какая терраса сегодня там будет время для пироля класс обалдеть девочки вид просто топ очень красиво очень так мы выбираем что поесть Лена что ты будешь курица руккола салат мне кажется будет вкусно руккола салат когда ждешь свои блюда блюда в ход идет хлеб скажи кто так делает турки турки чирс обалдеть обалдеть девочкам принесли блюда смотрите как красиво блюда блюда так у Иры у нас в Анголе я люблю и а здесь трюфель обожаю арабиоли с трюфелем ну слушайте посуда как у меня дома глядь это это и и и и Я считаю, это лучше завтрак, когда вам выготовит Ирочка звонковая. Так, для идеального скрэмба нам надо. Сколько яиц? Ничего, нам нужна просто любовь, 6 яиц, чуть-чуть соли. А, ты любишь больше соли? Давайте, да солишь. Идеальный скрэмбл. И разобраться с чем? С прикреплением. Ой, которая инвентационная, а нет, с первой рано. Все, видишь, я ее запрофухала. Классные именно соленые оливки, а не маринованные. Мы уже собрались и скоро будем выходить. У нас сегодня классный прогулочный день. И это очень здорово, потому что у нас есть время на то, чтобы погулять, выходить, посмотреть Милан, погулять по битикам. Я очень сильно хочу купить себе солнцезащитные очки. У меня такая небольшая традиция. Я всегда со своих поездок привожу себе брендовые очки. Надеюсь, что сегодня день будет у нас супер-классный. Надо сделать очень много контента, погулять по классным улицам, посмотреть достопримечательности. Погода крутая. Я пока надела топ, юбку. Думаю, что наверх накину еще рубашку. Пойдем чилить. Так что я сегодня беру вас с собой. Так, мы уже выбрались. Все такие красивые, собранные. Но здесь 12. Так, ну что, пошли. Ух, подожди, надо кнопку тогда держаться. У нас интересное лобби в апартаментах. Хеллоу. Я, как обычно, со своим трехкилограммовым другом, девочке, налегке. Как я вам завидую. Я без интернета, поэтому, девочки, сегодня вы рулите процессом. Обожаю все вот эти вот мини-рыночки с фруктами. Это прям вообще класс. Надо сказать, что я тебя люблю. И на карте написано, что мы входим в какой-то оживленный район. Спасибо. Однозначно. Смотрите, как прикольно припарковались. Просто по центру дороги. Что, Лена, тебе понравилось? Покажи. Ой, слушай, ну да, тебе было бы идеально, конечно. Вот это крутые. Очень крутые вообще. Я считаю, что тебе крутые есть парковки сейчас. На что предлагаешь? По пиролчику. Вот как раз ты, наверное, ты видела, что это точно место специально для нас. Да. Вот сейчас, девочки. Слушайте, как тут прикольно. Мне кажется, здесь можно купить еще какую-нибудь пластинку. Боже, как атмосферно. Когда мы зашли на обзорную экскурсию в кафе, это просто как мини-музей. Да, да. Обед. Какое-то, сказать, мы выбрали себе папу. Наш итальянский папа. Да, если честно, я уже удубела. Удубела, да. Почти дошли до дома. До дома. До дома, до дома. Что у нас там по плану? Это зверь. Ребята, лет пять, наверное, или даже шесть назад. Я уже была в Иллане. Ребята, тоже мы гуляли по этим улицам. Но интересно, что тогда просто была другая компания, другая атмосфера и, конечно же, другая погода. Сегодня мы, если нет, с девушкой. Снова проживаем те мгновения, которые когда-то были у меня вот энное количество лет назад. И мы дошли до одной из самых главных достопримечательностей Милана. Я думаю, вы все знаете, что это за улица. Но когда-то я делала фотку тут ровно посередине, по центру, и было вот примерно так же много людей. И понятно, что ты там не будешь одна в кадре. Я говорила о том, что мы сейчас выйдем на площадь, там будет море голубей, море туристов. Я говорила о том, что я не купила два пирола. Ой, не хуже. А мне вообще ни голубей, ничего. Просто хочу полежать. Ира там выбирает себе сумочку. Вот мы и вышли на самую главную площадь. Дома Милана. И людей на площади обалдеть как много. Столько всего интересного, если честно. Ну, в плане очков так сильно. Нравильно, если мне эти лучики. Интересная форма. По итогу мы пришли в какое-то местное заведение. Гуляли-гуляли и догуляли до одного из районов Милана. Оказалось, что тут живут местные и выходят на вечерние парамена. Берут себе алкогольный лепет. Несут наши коктейли. Что-то, мне кажется, это местные негрони, девочки. Сегодня в Милане, и точнее еще вчера, началась миланская неделя моды. Собираемся на интересные показы. Будем наблюдать за стрит-стайлом. Уже вчера видели здесь московских стилистов, заграничных инфлюенсеров, звезд. С вами сегодняшний супер-классный день. Надеемся, что будет очень много красоты. И хотим сделать супер-классный контент. Это, в принципе, основное, почему мы теперь в Милане, почему мы сюда приехали. На самом деле, нам очень повезло с погодой. Начали какую-то пасмурную ерунду, светит солнце, настроение отличное. Девочки собираются. У меня есть пять минут на то, чтобы поболтать с вами. На самом деле, это моя вторая поездка в Милан. Первая была так себе, если честно, как-то эмоционально. И немножко непонятно, сумбурно всё произошло. Я не понимала, нравится мне Милан, не нравится. Сейчас мне кажется, что всё на своём месте. Милан — это, на самом деле, стрельца моды. Воспрохновение тут не только в архитектуре, но и в людях, которые проходят мимо. Так что я очень рада, что судьба спорядилась таким образом. И что я нахожусь здесь, в этом прекрасном чудесном городе. Благодаря Ире, которая предложила организоваться на такую классную и крутую поездку. И Леня, которая к нам присоединилась. Так что всё чётко. Мы выбрались, наконец-то. Ждём такси. Лена, расскажи, что на тебе сегодня. Дай обзор. Пока ещё, наверное, нечего. Главное, самое, что мы выспались. Потому что мы полная энергия. И что... У меня стресс. У меня спокойствие. Потому что мы идём смотреть красивые действия. Мы вышли из такси. Насколько один портал, да? В общем, не так далеко. Да, и давай. Здесь очень много людей. Везде. В аппаратии там, конечно. Очень много. Класс. Помахала, малыш. Красиво. Аппарат. Она мне помахала? Да, да. Идите, говорю. Идите, не бойтесь. Потом будете жалеть, что не подошли. Сделали фотку? Класс. Девочки, сделали фото. Я реально с этими эмоциями надеюсь. А фото проста. Не могу налюбоваться тобой сегодня. Мы начнулись. Вообще. Обязательно, тема, надо пустить по этой дорожке. Сейчас пойдём. Пустимся. Я вообще жалко. Мне с вами жилетка. Ну что, мы вчера видели? Надо сегодня закрепить. Здравствуйте, ты можешь вас сфотографировать? Там, по-другому. Где там, да? Как она с собой? Очень красивая девушка. Я даже сказала ей, что она очень красивая. И она поблагодарит. Врать не умею. И вот, сладко. А вот и в Маринист. А, обалдеется, очень красивая. Боже, какая она красивая. Она мне так нравится. Мы зашли в какое-то заведение с морепродуктами. Первое попавшееся заведение с морепродуктами. После показа мы идём жареную рыбку. Ну что, мы вышли на второй показ. Не показывать всё. Мои самые модные спутницы сегодня. И вообще, в принципе, даже на первом показе были самые модные, я считаю. Мы вызвали такси. Ждём, когда приедут. Мы приехали на второй показ. На показ дизель. Боже мой, что происходит? Сколько людей купили билет на показ дизеля? Купили. Я думаю, что он платный. Просто чуть случайно могут унестись с ног. Просто что тут происходит? Это жесть. Сладкая попка. Познакомились с крутыми девчонками из Питера, которые живут в Милане. Подумали, что это подружки. Оказывается, это мама с дочкой. Короче, ощущения от показа какие-то супер непонятные. Потому что все селебы куда приезжали, и там просто ездили машины. Ничего интересного не было. Нас пихали, нас разгоняли. Зато тут супер много орудий. Что я вам хочу сказать? Мы сегодня, после показа дизель, долго выбирали место, куда мы хотим пойти, и решили, что мы все-таки лучше приедем на самую главную площадь, в Милане. И, честно сказать, вообще ни капельки не пожалели, что сделали именно это. Потому что сегодня, хоть и идет дождь, но здесь так мало людей, и так красиво. Просто нерябно. Бери мясо. Нам тут принесли мини-закуску, кстати, в Италии. В принципе, как и во многих, мне кажется, в европейских заведениях, всегда, когда ты заказываешь алкоголь, тебе приносят какую-то закуску. Лена пробует по моему рецепту. А еще надо посадить паперчицу. И добавить, и оно тогда нужно перемешаться. Ну как? Перфекто. Ты должна сделать еще вот так. Привет. Сегодня у нас заключительный день в Милане. Мы собрались. Сегодня мы идем на показ. Точнее, не идем на показ, а идем смотреть, как идут все селебрицы на показ Прады. Вот вам мой такой небольшой лучок, который я показывала в Инстаграм. Кстати, это звонко мои везла. Стренинг такое интересное. Как-то слишком быстро пролетели наши каникулы миланские. Классно, насыщенно. Вчера мы не успели просто выйти из дома, как уже настал вечер. Вкушение сегодня суперклассного дня. Потому что у нас еще есть полноценный день. Хотим сходить на Прадо. Купить что-то из покупочек, что не успели купить домой. Все, и будем выдвигаться в аэропорт. Я, к сожалению, еще не сразу приду домой. Выходные в Варшаве, так как у меня там съемки. Поэтому я останусь в Вильнюсе. И уже завтра утром буду сидеться на автобусе. Ехать на Варшаву. Настроение. Ситуация такая очень интересная. Мы выселились из наших апартаментов. И думали, что там можно на рецепте оставить наш багаж. Все не так просто. Ель взят. И в зоне, где мы оставили наши вещи, камер нет. А мы напаковали мой рюкзак. И, если честно, то очень сильно надеемся, что с вещами все будет в порядке. Потому что хотелось бы все-таки свои вещи привезти домой. Мы ждем такси. Ехать до локации нам целый час. Что на самом деле очень долго. И потом в 5 вечера нам надо уже быть в аэропорту. Потому что в 7 с чем-то у нас уже самолет обратный будет. Мы уже начинаем перебывать. И я себя ощущаю, что у меня рецепт из выкинда. Опять же. Что не было, что это точно будет смотреть на серебрячие, которые будут лежать в офисе Рады и смотреть на локации, которых они будут. Ну как дела? Ну там, там такая скованная атмосфера. На кондерчика, говоря, и так далее. Поинтереснее, да? Да. О, бочки! Вау! Какая-то такая красивая. Я иду под дождем и прикрываюсь пакетом из картина. Это просто что-то с чем-то, мне кажется. Жесть какая-то. Мира, прикинь, как бы ты круто бы могла бы свою... В общем, как обычно, когда ты хочешь заснять какой-то прикольный ром-тур, у тебя всегда на телефоне заканчивается память. Спела это сделать. Мы сегодня живем в отеле, в котором я уже тоже останавливалась. Слышка этого отеля в том, что здесь составляют такие пакетики-пыльнички. В них можно что-нибудь потом сложить, забрать с собой. Очень классно подойдут для украшений, для каких-нибудь баночек, маленьких миниатюрочек. Короче, классная тема. Даша подумала, что у нас тут вид на стройку, но нет, это не стройка, это urban style. Total match. Слушай, ну мне нравятся. Наши образы такие прям классные. Мы с Дашей не виделись неделю, чуть меньше. Года нас все равно сводит вместе. Мы как эти неразлучники. На улице уже осень, а мы еще-то одеемся как-то за жарку. Наверное, готовимся к тому, что уже скоро будет холода. Я вчера была и в Могилеве, и в Минске, и до Гродно доехала, а я была и в Милане, и в Вильнюсе, и в Варшаве. Экскурсия. Как стать? Все дороги ведут в культуру. Это знаешь, когда ты очень сильно скучаешь по дому, и дом есть даже в Варшаве. Определилась, что ты будешь покушать? Покушать нет, только пресек. Пока только пресек. Чтобы вы понимали наше настроение, у Даши кошечка игривая, а у меня девочка с онбивой. Просто вот, просто здравствуй, просто как дела? Одно из заведений, где я обожаю сырники в Варшаве. Как тебе твое блюдо? Вкусно сирочное? Ты добавляла сюда что-нибудь еще? А я буду сырнички и кофе. У меня такой завтрак, обеда, ужин, три в одном. Вот что значит, когда это два начинающих ютубера. Это называется, когда ты приезжаешь в Польшу и по классике жанру, ты всегда, что делаешь, забыли. Если завтрак. Спасибо. Ой, как красивенько. Пола протеиновые сладушки. Work mood on. Да, Олеся? Любимое твое занятие. Очень. К нам приехали красотки, наши девочки-путешественницы. Даша урвала себе супер стул. Такой опасный. Опасный, согласно. Начинаем работку. Слушай, я как переехала в Польшу, начала часто говорить так. Вы поняли. Смотрите, я купила такие шотики. Это очень такой классный витаминный заряд. Здесь имбирь 30%, оседанное яблоко, сок цитрусовый и сироп огам. Честно вам скажу, я уже пила эту штуку. Сегодня, наверное, я ее попробую впервые. Это та еще. Классная, иммунитетная, иммунная бомба. Лови свою имбирную бомбу. Уюу. Мок и имбирус. Мок? Моц. Мок. Как ощущения? Блин, я не знаю, как залпом быть, потому что так очень... Мне кажется, надо залпом. Давай, Даша, за здоровье. Ну, либо два глотка, целых таких сделай. Откинемся. Нравился шот тебе? Видишь, какая тема? Ну да, мне кажется, такой реально витаминный заряд. Когда мы приезжали с Дашей, тут какой-то проходит марафон, забег, катание на роликах. Люди по воскресеньям занимаются активностью, понимаете? Даша, присоединяйся к марафону. Знаешь, что я подумала? Что нам так далеко идти? Да? Да. Сам себя блог не запишет. Мы уже выехали из отеля. Погода чудесная. Мы приехали в Бытьмозе. Даша очень захотела Бурату тут, поэтому мы сюда добрались. И за что я отдельно люблю Бытьмозе, так это за эти полочки с всеми миштячками. И вот у них появились какие-то новые прикольные штучки. Обычно я люблю у них брать кофе домой. И вот это вот молоко от Линк, овсяное, суперкрутое, суперклассное. Ты готова уживать каву? Может, сначала можно просто встретиться, но среть этот хлеб и помидор. Все. Жалко, что тут нет сачка. Да. Гимнастки, однако. Есть у нас одно занятие. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,